МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Наталья Бабушкина. Смотрите в этом выпуске. В Югре стартовала Олимпиада школьников. Первое испытание, тест по биологии, проходит в Сургуте. Ветеранам новый центр пожилые активисты улицы Пушкина отметили новоселье. Очередная победа сургутских волейболистов в Газпром Югра разгромил Кемеровский Кузбасс. ЛДПР окончательно определилась со списком кандидатов на выборы в Думу Югры. Партия выставила известных политиков. Среди них вице-спикер Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Вслед за ним в региональном списке ЛДПР следует Евгений Марков, который возглавляет Кандинское местное отделение партии. Замыкает тройку Владимир Сысоев, руководитель фракции «Либерал-демократов» в Тюменской областной думе. Такое решение было принято вчера в ходе внеочередной конференции регионального отделения партии в Ханты-Мансийске. По словам координатора Ханты-Мансийского регионального отделения, а где синхрон-то? По словам координатора Ханты-Мансийского регионального отделения партии Александра Дроздецкого, в списке включены представители всех социальных групп и предприниматели, и работники бюджетной сферы, и молодежь. Тем временем кандидаты в окружную и городскую думы продолжают регистрироваться. И на сегодняшний день общий список выдвиженцев в Думу Сургута пополнился еще двумя фамилиями. К ранее зарегистрированным Ахаву Ильясову, Алексею Савенкову и Евгению Рыбакову присоединились Святослав Самойличенко, заместитель главного врача клинической городской поликлиники номер 2 и временно неработающий Юрий Попов. Напомним, что последний кандидат уже участвовал в прошедших в октябре выборах на пост главы Сургута и, в отличие от своего однофамильца, потерпел неудачу. Бесплатные школьные завтраки и обеды в Югре теперь смогут получать не только ученики муниципальных учебных заведений. Решение уравнять права всех школьников было принято на первом в новом году заседании окружного правительства. По словам губернатора Натальи Комаровой, правительство обязано обеспечить детям равные возможности вне зависимости от формы учреждения, в котором они обучаются. Губернатор отметила, что в очередном учебном году свыше 800 учеников югорских православных школ и гимназий смогут воспользоваться с возможностью питаться бесплатно. В Сургуте на этой неделе стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. В течение трех недель ребятам предстоит демонстрировать свои знания по экономике, русскому языку, литературе, обществознанию и ОБЖ. Сегодня первое испытание по биологии. За партой аудитории главного корпуса Сургутского госуниверситета сели около 90 старшеклассников со всей Югры. В течение двух дней школьники покажут не только теоретические, но и практические знания биологии. Победители и призеры регионального отбора получат дипломы, а также примут участие в завершающем этапе Всероссийской школьной олимпиады весной. Первый день у нас проводится испытание тестового характера по теоретическим знаниям в биологии. И второй день завтра у нас будет проходить. Это практический тур, на котором дети должны показать свои умения, навыки работы с различными препаратами, с животными, с растениями. Все, что связано с биологией, с практической составляющей. В 2010 году количество преступлений в Сургуте снизилось почти на 9%. Как отмечают сургутские милиционеры, это произошло за счет уменьшения регистрации грабежей, разбойных нападений и квартирных краж. Так, в общественных местах и на улицах Сургута зарегистрировано более 3,5 тысяч преступлений. В УВД целенаправленно работали над стабилизацией криминогенной обстановки. Руководство призывает стражей порядка не останавливаться на достигнутом и стараться максимально сократить количество правонарушений в общественных местах. На подведение милицейских итогов года в Сургут лично приехал начальник УВД округа Николай Гудожников. В принципе, я всегда практиковал и практикую, перед тем, как мы уже в аппарате УВД со всеми подразделениями подвели итоги. Вчера в целом ГАИ по округу тоже подвели итоги. Вчера и последнее то, что вот у вас убийство за убийством. Ну, соответственно, мы вот вчера оперативную группу заслушивали. Я сам решил во все вникнуть. Женюсь ради гражданства. В прокуратуру Сургутского района обратились специалисты управления Федеральной миграционной службы. Они попросили проверить законность брака между 30-летним уроженцем Таджикистана и пенсионеркой из Лентора. При проверке было установлено, что гражданин Республики Таджикистан в феврале 2009 года прибыл в Лентор, арендовал квартиру и заключил брак с гражданкой России. Позже брак расторг и подал заявление на упрощенное получение гражданства для себя, своих детей и своей супруги из Таджикистана. В суде мы доказали то, что данный гражданин, заключая брак с гражданкой России, намерений создать семью не имел. В связи с чем решением суда наши исковые требования о признании такого брака недействительным были удовлетворены. Указанное решение суда будет являться основанием об отмене решения управления Федеральной миграционной службы о приобретении данным гражданином гражданства Российской Федерации. Жительница поселка Белый Яр обратилась в прокуратуру Сургутского района с жалобой на администрацию. На основании договора социального найма она вместе с мужем и ребенком проживала в квартире площадью 67 квадратных метров. В апреле 2006 года жилье сгорело и их переселили во временное, которое стало постоянным. Уже пятый год семья из трех человек живет на 36 квадратных метрах с общим туалетом в конце коридора. При этом до сих пор имеет прописку в сгоревшем доме. Провели проверку, направили в суд иск об обязании администрации Сургутского района предоставить данной гражданке жилье по договору социального найма, равнозначно тому, которое сгорело. Данные исковые требования под прокуратуру Сургутского района судом были удовлетворены. Ждем пока решение суда вступит в силу. С песнями и шутками клуб ветеранов улицы Пушкина вселился в обновленный центр. Этого радостного события пенсионеры ждали давно. Ранее ветеранам приходилось ютиться в помещении, в котором не было даже нормального отопления. Сейчас проблема решена. На новоселье у пожилых сургутских активистов побывала наша съемочная группа. В Сургуте сегодня проживают около двух тысяч ветеранов различных категорий. Для многих из них важна даже не материальная поддержка, а простое человеческое внимание. На дружеские посиделки могут прийти не все. Здесь только часть, маленькая толика собралась сегодня. Когда я хожу по квартиру, у меня сердце сжимается, потому что очень много лежачих, которые вообще не выходят на улицу годами. Я разношу деньги, приветствую этих людей, обращаюсь с ними, сижу. Каждый хочет высказаться. Ну, а, конечно, что нужно пожилому человеку? Внимание. Утопая, утопая, гуляем и ногами топаем. Утопая, утопая, гуляем и ногами топаем. Помещение приводили в божеский вид, как говорится, всем миром. Помогали работники для Центрального жилого района и Городской совет ветеранов. И, конечно же, сами пенсионеры микрорайона улицы Пушкина. Это помещение нам выделил в свое время Чураков Вячеслав Михайлович. Спасибо ему. Но оно было не оборудовано здесь. Просто не хватало ни сил, ни возможностей не было. А сейчас с его помощью оборудовали мы мебель нам помогли наши же бабульки, которым дети привезли новую мебель. Площадь комнаты всего 25 квадратных метров. Собрать всех активистов в один день не получается. Но пенсионеры не унывают. Главное, что у них теперь есть почти новое помещение. Ну, конечно, хорошо. Красота просто. Радует. Нас целый год не приглашали сюда. Мы соскучали. А раньше мы ходили два раза в неделю в эту комнату. Рукоделием занимались. Кто вяжет, кто шьет. Уверен, что мы в этом году сделаем, построим и большой дом ветеранов. Мы будем стремиться к этому для того, чтобы мы могли собраться, мы могли поговорить, чтобы мы могли обсудить свои проблемы. Елизавета Саенко, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. В Сургуте стартовал седьмой городской фестиваль искусств «Добрый путь Рождества». О том, как зажигались звезды, расскажет наш корреспондент. Юбилейный фестиваль «Новогодняя хлопушка» порадовал сургутян в очередной раз. Семь хоровых и два хореографических коллектива Сургута приняли участие в этом мероприятии. Для многих ребят это первый выход на сцену. Цель этого фестиваля не то, что выступают одни лауреаты, как обычно на таких крупногородских мероприятиях, а именно малыши, которые только начинают первые и вторые классы, могут принять участие в этом фестивале. Хоровые коллективы исполнили по два произведения. Одно из которых соответствовало новогодней или рождественской тематике. Самым маленьким участникам по семь лет. Никите Бессонову восемь лет. Второй год он занимается в хоре мальчиков колледжа русской культуры имени Знаменского. Ему уже посчастливилось выступать на концертных площадках Югры и Санкт-Петербурга. В будущем Никита хочет стать пианистом. А пока учится владеть эмоциями. Ну, я сначала волновался. Думал, что вот будет ошибка. Но потом, когда начал выступать, понял, что все будет хорошо. И выступил. Живой звук, красивые голоса и детская непосредственность не оставили зрители равнодушными. Очень. Дети замечательно поют. Ну это же дети, наша радость. Постоянно ходим, ребенок занимается тоже. Сегодняшний фестиваль – это шанс заявить о себе для большинства творческих коллективов. Юлия Дорошенко, Вячеслав Шаркунов, Марина Буторина. Сургут Интерновости. 19 января Православная Россия отметит праздник Крещения. Во всех городах страны окунуться в проруби выйдут миллионы людей. В Сургуте уже начали вырубать праздничные купели. На опе выехал и наш корреспондент Дмитрий Подлесной. Раньше, чтобы продолбить даже маленькую лунку, приходилось тратить много времени и сил. Сейчас на помощь человеку пришла техника. Бензопила позволяет специалисту за час прорубить купель нужных размеров. Православной церкви уже не первый год в этом непростом деле помогают сургутские водолазы. Бригада из шести человек работает без перерыва, ведь ледорубы обещали подготовить купели к завтрашнему дню. Толщина льда 70 сантиметров. Выпиливаем карты, ну а потом сколько не хватает, пешнями додалбливаем, вывозим лед и все. Установкой палаток занимаются добровольцы из рядов постоянных прихожан церкви. Захотелось прийти, как бы, не знаю, по звуку сердца просто. Сейчас накрываем, будем накрывать, где купель будет, делать шалас. Из подручного материала доски, гвозди и теплая материя. В принципе, конструкция оболочки купели довольно простая. Однако на крещении именно она укроет от ветра сургутских смельчаков. За ними также будут следить представители МЧС, милиции и скорой помощи. Предполагается, что 19 января на обь придет более десятка тысяч сургутян. Считается, что крещенская вода смывает все грехи. Здесь порядка 12-15 тысяч купается. Мы посчитывали по времени, за какой период, сколько льдей проходит. И с начала купания, и до конца. На территории более гектара расположатся 4 купели и раздевалки для мужчин и женщин. Специалисты заверяют, что толщи льда хватит, чтобы выдержать несколько сотен сургутян. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. Завершается акция Хантамансийского банка «Спеши купить». Более 200 сургутян уже успели приобрести жилье, воспользовавшись льготными процентными ставками. Наш корреспондент выяснял условия акции. Традиционно важные приобретения, будь то квартира или машина, сургутяне делают летом. Однако акция Хантамансийского банка «Спеши купить» заставила горожан изменить традиции. Причина – реальная экономия, в частности, по автокредитам. Процентные ставки снижены на полпроцента. То есть, фактически, понимаешь, вы берете там кредит на 3-5 лет. Но это, я считаю, достаточно существенное снижение процентной ставки. В декабре по сниженным процентным ставкам жилье и автомобили приобрели более 200 сургутян. Примкнуть к рядам счастливцев можно только до 31 января. Процентные ставки снижены как по кредитам на покупку автомобиля, так и на ипотечные кредиты. Новостройка, она предназначена для приобретения квартир на первичном рынке, то есть строящегося жилья. По ней точно так же изменены условия кредитования. То есть, там определенная действующая ставка 11%. Она фиксируется на всем сроке от момента получения кредита и не меняется на всем сроке до момента получения свидетельства на право собственности. Кредиты на приобретение земельных участков и торгово-офисных помещений так же выгодны. Процентная ставка по ним составит 12% годовых. Однако льготные процентные ставки не единственное преимущество Хантамансийского банка. Я предпочитаю Хантамансийский банк, потому что здесь не только низкие процентные ставки, но также и высокое качество обслуживания сотрудников. Мы всегда внимательные, вежливые, всегда все объясняют. Мы сделаем все для того, чтобы максимально упростить процедуру получения кредита. Обращаясь в банк за получением автокредита, вы сможете получить ответ о том, что вам банк предоставит кредит в течение 8 часов. Акция «Спеши купить» продлится до конца месяца. Более подробную информацию по условиям кредитов вы можете получить в офисах или на интернет-сайте Хантамансийского банка. Дмитрий Подлесной, Денис Зонов, Александр Галковский, Сургут Интерновости. Волейбольный клуб «Газпром Югра» провел матч очередного тура Российской Суперлиги. Соперником «Газовиков» стала команда «Кузбасс» из Кемерово. Турнирное положение обязывало сургутских волейболистов выиграть без очковых потерь. Команда это понимала, потому и настрой был соответствующим. На игре побывала наша съемочная группа. Стартовый состав удивил. Место капитана Игоря Шулепова занял новичок-северян Денис Бирюков, буквально накануне матча присоединившийся к своей новой команде. Ожидания тренеров он оправдал. Помог «Газпрому» выиграть первый сет, который получился непростым – 25-23. «Есть такой хороший фактор, когда появляется новый человек в команде, он дает положительную встряску. И, конечно, прекрасно все понимают, что проиграть сегодня практически спасать ситуацию, выходить из зоны плаута было бы практически нереально». Вторую партию «Газпром» начал, провел и закончил на отлично. Добившись семиочкового преимущества, сургутяне не расслабились, а кропотливо работали в защите и атаке. Лишь в концовке при счете 23-15, когда дело, по сути, было сделано, «Газовики» позволили себе несколько ошибок – 25-19. «Сегодня никого бы я не отметил, команда в полном составе показала очень низкий уровень». Третий сет не предвещал беды. «Кузбасс», как показалось, психологически был уже надломлен. Но 4-1 в начале превратились в 11-16 в середине партии. Произошла, судя по всему, классическая обратка, когда одна из команд поверила в близкую победу и немного расслабилась. Но в этот раз «Газпром» своей победы не упустил. Быстро вернувшись в игру, сургутяне выигрывают оставшийся отрезок с отсчетом 14-6 и оформляют первую сухую победу в чемпионате – 3-0. «Не получилось сыгра у нас в основном благодаря игре соперника. То есть соперник сегодня сыграл превосходную игру. Все получалось, был запредельный настрой, запредельная мотивация. Нам этого не хватало, поэтому такой результат». Завтра «Газпром» «Югра» сыграет перенесенный матч девятого тура против московского «Динамо». Начало встречи в 19 часов. Дмитрий Круковец, Игорь Батищев, Сургут Интерновости. Лишь одно очко смог набрать мини-футбольный клуб «Факел» в матчах пятого тура российского чемпионата. В Нижнем Новгороде сургутяне провели три игры. В первой «Факел» встречался с хозяевами площадки Нижегородским клубом «Футбол-хоккей» и закончил встречу в ничью 4-4. В следующем матче «Газовики» играли с «Пермским Арсеналом» и уступили 1-2. В заключительной встрече тура «Факел» крупно проиграл подмосковному «Прогрессу» 6-2. Следующий шестой тур чемпионата страны стартует 4 февраля в Липецке. Сургутские боксеры вернулись с победой. На прошедшем в Югорске чемпионате округа спортсмены стали лучшими в командном зачете. Четверо сургутян вошли в состав сборной «Югры». С тренерским штабом победителей встретился наш корреспондент. Сургутская сборная довольно успешно выступила на прошедшем чемпионате округа. Команда вернулась с первым командным местом. Два первых места у нас завоевали. Это Климцев, Алексей, Байджи и Алексей Педин. Два вторых места и три третьих места. Вот попали в сборную четыре человека, а команда их мало. Серебряный призер регионального чемпионата Руслан Кокмасов также мог стать победителем турнира. Но судейское замечание в третьем раунде финального поединка фактически лишило сургут третьей золотой медали. Судья рефери сделал предупреждение, в принципе, которого можно было и не делать. Обычно на крупных соревнованиях судьи стараются в третьем раунде не делать предупреждение, потому что когда делается предупреждение, в базу соперника, в актив, идет два дополнительных удара. Этих двух ударов и не хватило сургутянину до победы. Однако взять реванш у своего соперника Руслан сможет на чемпионате Уральского федерального округа. Турнир пройдет в Сургуте. Сегодня идет активная подготовка к чемпионату Уральского федерального округа, которая будет проходить у нас здесь, в Сургуте, в памяти Молховского Павла Семеновича. Будет соревнование проходить спорткомплекс «Энергетик» начало 2 февраля в 18.00. Пока тренерский штаб не делает ставки на победителей. Пять команд со всех регионов федерального округа имеют довольно сильных боксеров в своем составе. Например, за Челябинскую область выступают чемпионы мира и участники Олимпийских игр. Сильная команда – это Челябинская, это очень сильная команда. С ними тяжело будет. Если будут наши ребята встречаться, там одна, не то что одна, а она самая сильнейшая команда в Уральском федеральном округе. Помимо четырех сургутян, попавших в состав сборной округа, еще 10 наших ребят выступят на чемпионате. Сургут, как хозяин турнира, выставит свою команду. Дмитрий Подлесной, Кристина Жмурко, Вячеслав Шаркунов. Сургут Интерновости. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До свидания. Сургут Интерновости. Уварово – это загородный жилой комплекс из 77 домов в стиле архитектуры викторианской эпохи для постоянного проживания. 77 участков площадью от 16 до 25 соток. Индивидуальные загородные дома по проектам «Классик», «Гранд» и «Премиум». Загородный жилой комплекс Уварово расположен во Всеволожском районе Ленинградской области на территории Колтужского сельского поселения в 12 километрах от Санкт-Петербурга. Официальный представитель в Сургуте – компания «Иваницкие партнеры». Телефон 467070. Нужны свежие объявления? Спеши купить газету «Ярмарка». Теперь два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Газета «Ярмарка». Твоя газета. И о погоде на 18 января в студии Вероника Южная. В предстоящие сутки почти вся территория Западной Сибири окажется под влиянием обширного антициклона, сформированного в прохладной воздушной массе. В округе прояснения местами небольшой снег. Ночью в Сургуте и окрестностях переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Температура воздуха – минус 21, минус 26. Утром местами туман, на столбиках термометров около 20 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями без осадков. Местами туман, ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха 15-20 ниже нуля. Все лучшее детям. Вы с этим согласны? Не тратьте тогда свое время напрасно. У нас в Карапузе есть все для детей. Родители, к нам загляните скорее. Сеть магазинов «Карапуз» – это огромный выбор товаров для детей с рождения до 7 лет. Игрушки, одежда, питание, предметы гигиены, коляски, мебель и многое-многое другое. Наши адреса – Нефтьюганское шоссе 22, дробь 1 и торговый центр «Росич». Приходите, мы всегда вам рады. В магазинах «Карапуз» радостный выбор. Игрушки для новорожденных – Фишер Прайс, Тола, Гулливер. Все лучшее детям. 18 января солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление немного повысится и составит 778 мм ртутного столба. Фабрика «Комфорта» – одна из ведущих фирм по производству и продаже встроенной и корпусной мебели в Сургуте и Хантамансийском округе. Мы выполним для вас заказ любой сложности и на все запросы. Современные кухни, шкафы-купе, гардеробные, детские, библиотечные шкафы, мебель для гостиниц и офисов. Крашеное стекло, фотопечать на дверях шкафов, неповторимые рисунки на стекле и зеркале с использованием немецкой и итальянской фурнитуры. После монтажа предусмотрена обязательная профессиональная уборка. До 16 января наши цены, пожалуй, самые низкие в регионе. Позвоните, замеры вам сделают бесплатно. С Новым годом и Рождеством! Фабрика «Комфорта»! Живите с комфортом! Приглашаем в новый салон фабрики «Комфорта» в торговом центре галереи интерьера по улице Профсоюзов 51 на третьем этаже. От Свердловска до Крайнего Севера. Единственный представитель «Саламандер». Фирменные салоны «Саламандер» в торговых центрах «Кристалл», «Новый мир», «Зайди, купи», «Грант» и «Гипермаркет Богатырь». Большая распродажа до 31 января 2011 года. Скидки до 50%. На каждую последующую покупку дополнительная скидка 5% плюс дисконтная карта. Я желаю вам благоприятного дня. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok